В условиях пандемии коронавируса в России возросла роль внутреннего туризма, и Ненецкий округ не исключение. Для тех жителей Заполярья, которые приняли решение остаться на лето в Нарьинмаре, Центр арктического туризма подготовил различные экскурсионные и туристические программы. Какие именно, расскажет Дарья Чупрова. Это одна из первых экскурсий после снятия ограничительных мер. Людмила Умнова, культуролог Центра арктического туризма, рассказывает про дерево желаний. Это место почитается как священное. Здесь проводят обряды. Мы с вами находимся у уникальной природной конструкции. Мы называем это деревом желаний. Здесь растет лиственница, которая для ненцев – дерево богов, дерево нума. И береза, которая выстроилась вокруг лиственницы. Рядом расположен чум, где вам расскажут, как ненцы ведут свой быт, почему в чумах не ходят по кругу и как устанавливается такая конструкция. А еще тут живут несколько северных оленей. Сейчас у животных проходит период сезонной линьки. Это нормальное состояние. Скоро они похорошеют и станут однотонными. Это настоящий белый олень. Он маленький. Ему на сегодняшний день идет пятый год. Мы разрешаем на нашей территории кормить оленей яблоками и морковью. Также зелень с удовольствием они потребляют. Вообще в дикой природе главное лакомство – это, безусловно, грибы. За время пандемии было разработано несколько предложений для местных жителей и гостей из других регионов. А также экскурсионные программы для детей дошкольного и младшего школьного возраста. В июле, в августе, в сентябре, по мере дальнейшего снятия ограничений действующих, у нас запланирована программа сплавов по нашим местным рекам, где люди смогут уединиться с природой, понаблюдать за нашей природой, как она меняется. И у нас в августе запланирован выезд совместный с нашим туристическим оператором Красный город в Каменный город, каньон, Большие ворота. Это в районе поселка Индига находится. Это одна из наших главных природных достопримечательностей. Ознакомиться со всеми предложениями и узнать дополнительную информацию можно на сайте Центра арктического туризма.